всем привет в эфире дети большого толка программа с интересными фактами яркими сюжетами и путешествия весь мир от барнаула алтайского края до просторов космоса как раз космос и отправимся начнём со звезд и самый большой звезды на самый известный представьте себе солнце больше нашей планеты в 300 тысяч раз в космосе обитают настоящие звезды-гиганты их масса 8 раз больше солнца знаете как они называются внимание сейчас будет удивительный факт и новое слово такие звезды называются нейтронными их плотность настолько высока что всего гость материи нейтронной звезды легко перевесит высочайшие горы нашей планеты что самое опасное в космосе вспышки гамма-лучей или гамма всплески настоящий момент рассматриваются учеными как самые мощные и масштабные космические выбросы взрывного характера во вселенной гамма всплеск продолжительностью в одну минуту может содержать в себе столько энергии сколько солнце способно выработать лишь за свой целый жизненный цикл в 10 миллиардов лет а также самой непосредственной опасностью в космосе будет вакуум поскольку большая часть вселенной находится почти в вакууме очевидно что без скафандра это убьет вас довольно быстро нет воздуха для дыхания и давления чтобы поддерживать ваши внутренние растворы в жидком состоянии единственным средством рассеивания тепла будет инфракрасное излучение мы привыкли считаю что космонавты питаются исключительно из тюбиков но это давно не так люди в космосе едят и первые и вторые блюда с тупами питаются через трубочку а вторые блюда едят ложками знаете ли вы что планеты в космосе крутится в разные стороны шесть планет солнечной системы вращается против часовой стрелки а венера и уран по часовой у четырех планет солнечной системы твердая поверхность по которой можно ходить одна из них угадайте какая это конечно же земля остальные планеты состоят из газа наступить ногой на их поверхность невозможно это планеты гиганты знаете сколько лет нашей планете возраст земли четыре с половиной миллиарда лет получается что люди живут на ней совсем недавно как же ученые смогли определить и посчитать это на самом деле ученые умеют высчитывать возраст предметов они ищут самые старые скалы и метеориты которые упали на землю еще тогда когда солнечная система только формировалась и по их возрасту узнают возраст земли пришло время нашей постоянной рубрики рецепт шедевра мне юные журналисты учатся писать картины вместе со известными художниками телевизионный мастер-класс для вас дорогие зрители здравствуйте сегодня мы будем писать картину бабочки с поталью марина джинян барнаульская художница свободно говорить на армянском грузинском и русском языках детство провела в грузии марина много лет посвятила живописи окончил институт культуры трудилась дизайнером текстиля на фабрике придумывала принты для детской одежды художница работает в разных стилях и техниках пишет картины маслом и акриловыми красками расписывает стены одежду елочные игрушки марина джинян участник нескольких выставок в барнауле в том числе персональных преподает живопись для детей и взрослых чтобы у нас получились красивые бабочки на сияющем фоне начнем мы не с карандаша а сразу с красок нам понадобится палитра белила и коричневая охра 80 процентов белил чтобы цвет получился очень нежным и светлым песочно персиковым мазки наносим широкой кистью легко размашисто нужно стараться не заглаживать холст а наоборот оставлять неровную фактуру затем по краям наносим серый цвет как у старой фотографии с эффектом рамки виньетки потемнение по краям напомним что поталь это тончайшее искусственное золото серебро или бронза оно создано для того чтобы создать сияние и эффект старения как будто картина дорогая и очень старая настолько что золото слегка облупилась и этот эффект создает сложный многослойный фон интересную фактуру поэтому не старайтесь приклеить поталь ровно не приглаживайте ее наоборот после нанесения можно взять жесткую сухую кисть и пооборвать нарушить ровный слой вызвать помятость теперь когда фон готов ярко-голубой краской рисуем бабочек можно не стараться сделать бабочку анатомически полностью похожей на определенный вид ведь наша задача красиво стилизовать создать настроение и узнаваемость темно-синим и серым добавим бабочкам тени создадим глубину и объем и все шедевр готов надеюсь вы записывали рецепт вот такие бабочки сегодня у нас получились красиво правда король инструментов знаете о ком это сейчас подскажу этот инструмент размером с трехэтажный дом хотя бывает из четырех и даже с пятиэтажный а еще он может заменить целый оркестр играть за флейту и габой и за другие духовые но при этом у него есть клавиши конечно это орган инструмент этот дорогой и сложный в использовании если в городе есть хотя бы один такой инструмент уже можно гордиться орган музыкальный инструмент который называют королем музыки грандиозность его звучание выражается в эмоциональном воздействии на слушателя не имеющим равных кроме того самый большой в мире музыкальный инструмент орган и у него самая совершенная система управления его высота и длина приравниваются к размеру стены от фундамента до крыши в большом здании храме или концертном зале здесь в алтайской филармонии высота органов три этажа число его труп три тысячи штук этот орган старше чем любой из наших юных журналистов большинстве случаев именно в католических храмах и обычно он стоит у нас на втором этаже почему именно на втором этаже в храме он стоит для того чтобы прихожане которые сидят в зале непосредственно не отвлекались на инструмент не отвлекались на звук и думали о высоком то есть организм настраивает их на вот это вот восприятие духовного три клавиатуры множество кнопок регистры а еще педали которых очень очень много так много что существуют даже педальные упражнения то есть музыка написанная специально так чтобы играть только ножными педалями а руки при этом свободны те трубы что мы с вами видим на проспекте инструмента это не основная часть основная часть находится непосредственно внутри для изготовления труб служит дерево в первую очередь дающим мягкую звуковую окраску и металл обогащающий общее звучание инструмента у нас бывают два вида труб металлические они могут быть сделаны из сплава различных металлов олово цинк медь от этого зависит их звук и темперальные характеристики так и деревянные я покажу чуть позже на данный пример я вот принес вам металлическую трубу это так называемая язычковая труба ее принцип действия достаточно простой у нас вот здесь так называемом сапоге есть маленький язычок он похож на такую металлическую пластинку которая от воздействия воздуха начинает вибрировать и соответственно издает определенный звук мы работаем когда с органом мы настраиваем когда инструмент мы перемещаем вот этот вот так называемый костыль если простым языком изменяя его высоту тона делая ее выше или ниже язычковый регистр у нас обычно самые громкие они исполняют обычно какие-то сольные партии деревянные трубы у нас обладают более матовым звуком немножко тише и как вы видите они не такой круглой формы а квадратные формы они целиком сделаны из дерева а для настройки например используется крышка которая может смещаться вверх или вниз это не язычковая труба так называемая лобиальная то есть от слова labium латинского что переводится как губы или рот у нас есть что-то похожее на рот у этой трубы то есть соответственно через нее воздух подается настраивается эта труба абсолютно таким же образом то есть сдвигая крышку вверх или вниз это у нас например труба флейтовая то есть она напоминает нам по своему звуку то как будто бы человек играет на флейте язычковые трубы например гобой или фагот напоминают нам соответствующие инструменты в симфоническом оркестре принципе как бы регистры и темпы органа собраны ну если так можно выразиться как будто бы симфонического оркестра то есть орган благодаря разным конструкциям труб которые находятся внутри него может показывать абсолютно огромный спектр красок и различных инструментов орган это целый симфонический оркестр он может имитировать звучание флейты сейчас мы с вами посмотрим потом в органе есть тембры которые имитируют непосредственно духовые инструменты кстати наши журналисты задумались как звучит самая низкая нота и на что она похожа а так выглядит внутренний мир органа красивый и живой ведь звук этого инструмента меняется даже от времени года и погоды на улице настолько чувствительно дерево точно также тонко настраивает орган и настроение слушателя но высокая вечная и прекрасная советуем всем посетить государственную филармонию алтайского края и послушать концерт органной музыки нашей программе вы можете узнать много интересного как паук может плести паутину как пчелы находят свой путь домой как растения могут получать энергии солнце как бактерии могут вызывать болезни и как люди могут использовать науку чтобы лучше жить зачем нужны зеркальные нейроны зеркальные от слова зеркало поэтому легко можно определить что они нужны для того чтобы воспроизводить определенные действия а именно копировать чужие эмоции и движения стоп чуть не забыл с помощью человек умеет сострадать обучаться посредством имитации и даже повышать свои коммуникативные навыки получается благодаря этим малышам ты дружишь со своим одноклассником вот это работяги еще с помощью зеркальных нейронов смех и гнев такие зародительные и поэтому стоя рядом с веселыми людьми у нас тоже хорошее настроение у пчел пять глаз два из них большие сложные глаза которые расположены по бокам головы эти глаза состоят из тысячи крошечных линз которые обеспечивают широкое поле зрения и способность видеть ультрафиолетовый свет три других глаза это маленькие простые глаза которые расположены на темени головы они могут различать темноту и свет а также помогают пчеле ориентироваться в пространстве знаете ли вы что пчелы умеют танцевать и не просто так а для того чтобы общаться друг с другом это один из самых сложных и интересных способов коммуникации в животном мире танцы пчел настолько точные что по ним другие пчелы могут найти источник пищи с точностью до нескольких метров пчелы танцуют не только о еде но и о других важных событиях например о наступлении врага или о необходимости роения на сегодня это все мы желаем вам только хорошей погоды и хороших новостей любите науку узнавайте новое радуйте близких и смотрите нашу передачу дети большого толка а а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok